всем привет меня зовут александра и сегодня проведу вам урок по теме движение мы разберем следующие вопросы что такое отображение плоскости на себя что такое движение что такое параллельный перенос а также что такое поворот начнем с отображения плоскости на себя каждой точке некоторые плоскости ставится в соответствие какая-то точка этой же плоскости причем любая точка плоскости оказывается сопоставлены некоторые точки это называется отображением плоскости на себя то есть у каждой точки есть какой-то скажем клон по какому-то правилу перенесенный вот и у каждого клона есть своя точка и они и этот клон сопоставляется этой точке вот осевая симметрия это частные случаи отображение плоскости на себя пусть прямая l это ось симметрия тогда чтобы найти отражение точки x мы проводим перпендикуляр к прямой и x и грек и продолжаем x и грек за точку y на расстояние x и грек ну и приходим в точку x1 отображение точки x то что мы знаем x и грек перпендикулярно оси симметрии и x и грек равно и грек x один любой точке x можно запоставить точку x и грек причем если мы берем точку на оси симметрии то она соответствует само себе отражается в себя же центральная симметрия другой пример отражения плоскости на себя о это центра симметрии тогда мы из точки x проводим отрезок x а и продолжаем этот отрезок на точку о и на расстоянии x а попадаем точку x1 тогда мы знаем что x1 принадлежит прямой x и x равно x1 любой точке x можно поставить точку x1 на логично если у нас . x совпадая с точкой о то x1 также совпадает с этими точками движение плоскости это отображение плоскости на себя сохраняющее расстояние то есть любым точкам а и b плоскости соответствуют такие точки а1 и b1 что а b равно 1 b1 осевая симметрия является движением давайте докажем мы возьмем точки м и н и их клонов м 1 и н 1 из точек n и н 1 проведем пергонтигуляры напрямую м м 1 и они опустятся в точке p и p 1 соответственно тогда m p можно представить как м x минус п x а м 1p 1 как м 1 x минус п 1 x m x равно м 1x поскольку м отображается в точку м 1 п x равно n y равно n 1 y равно p 1 x потому что n n 1p 1p это прямоугольник а точки x и y это середины отрезков n n 1 p p mp равно m 1p 1 мы можем сделать этот вывод из первых двух строчек ну и тогда pn равно p 1 n 1 и треугольники m np и m 1 n 1p 1 равны они прямоугольные и равны не по двум катетам тогда и гипотенузы равны то есть м н равно m 1 n 1 что и требовалось доказать осевая симметрия является движением так как она сохраняет расстояние можно рассмотреть другие примеры когда у нас м н лежат на одной прямой перпендикулярной оси симметрии когда у нас м н лежат по разные стороны от оси симметрии когда у нас м м параллельно оси и и когда мн на точки эти лежат на оси симметрии эти случаи можете рассмотреть самостоятельно и доказать что м н равно m 1 n 1 Центральной симметрией также является движение. Рассмотрим следующий пример. У нас опять точки М и Н, которые отражаются в точке М1, Н1. Ну, МО равно М1О, НО равно Н1О. Углы МОН и М1ОН равны, М1ОН равны как вертикальные. И тогда треугольники МОН и М1ОН равны по двум сторонам и углу между ними. Ну, значит, третья сторона аналогично той же равна, то есть МН равно М1Н1. Что и требовалось доказать. Центральная симметрия является движением. При движении отрезок отображается на отрезок. Это значит, что при отображении точек М и Н не только расстояние между этими точками остается тем же самым, но и все точки между ними, лежащие на отрезке МН, отображаются на отрезок М1Н1. Давайте это докажем. Возьмем какую-то точку П, которая лежит на отрезке МН. У нее есть отображение П1, но мы пока не знаем, лежит оно на отрезке М1Н1 или нет. МН можно представить как сумму отрезков МП и ПН. МН равно М1Н1, МП равно М1П1, ПН равно П1Н1. Ну, это из-за определения движения идет, что расстояние между точками сохраняется. М1Н1 равно М1П плюс П1Н1. Это мы сделали вывод из предыдущих строк. Ну, и таким образом из этого следует, что П1 принадлежит М1Н1, что и требовалось доказать. А теперь докажем обратное, что отображению точки П1 соответствует точка П. М1Н1 равно М1П1 плюс П1Н1 равно ЛП плюс ПН и равно МН. Ну, получается, что точка П принадлежит отрезку МН. Следствие, некоторые свойства движения. При движении треугольник отображается на равный ему треугольник. Мы отражаем три точки, являющиеся вершинами треугольника. Расстояние между точками равны, то есть стороны равны, а значит треугольники равны по трем сторонам. При движении луч переходит в луч, а прямая в прямую. Движение сохраняет величину углов, это опять же следует из треугольников. И при движении сохраняются площади многоугольных фигур. Параллельный перенос на вектор А. Отображение плоскости на себя, при котором каждая точка М, отображается в такую точку М1, что вектор ММ1 равен вектору А. То есть, чтобы найти отображение точки, мы от этой точки откладываем вектор, равный вектору А, на который мы переносим, и конец отложенного вектора, и будет точка М1. Параллельный перенос является движением. Давайте это докажем. Возьмем две точки М и Н, и, соответственно, их отражение М1, Н1. Поскольку ММ1, этот вектор, равен вектору А, и НН1 равен вектору А, то векторы равны. Векторы, отрезки равны и параллельны. Параллельны, потому что, поскольку они все равны вектору А, то они также параллельны. Мы можем сделать вывод, что четырехугольник ММ1, Н1, Н является параллелограммом. А значит, стороны МН и ММ1, Н1 равны. Ну, что и требовалось доказать, параллельный перенос является движением, потому что расстояние сохраняется. Поворот плоскости вокруг точки О на угол А. Это отображение плоскости на себя, при котором каждая точка М отображается в такую точку М1, что ОМ равно ОМ1, и угол МОМ1 равен альфа. Все достаточно просто. Поворот является движением. Давайте это докажем. Опять берем две точки М и Н, и поворачиваем их по правилу, и получаем М1, Н1. Тогда мы можем сказать, что ОМ равно ОМ1, ОН равно ОН1, и углы МОН равен углу МОМ1 минус углу НОМ1. Угол М1ОН1 равен углу НОН1 минус угол НОМ1. Поскольку углы МОМ1 и НОН1 равны альфа, мы можем заменить в этих выражениях, и получим, что оба угла равны альфа минус угол НОМ1, а значит углы равны. Ну и поскольку эти углы равны, то треугольники МОН и М1ОН1 равны по двум сторонам и углу между ними. А значит и третья сторона МН и М1Н1 тоже они равны. Что и требовалось доказать? Поворот является движением. Спасибо за внимание. До встречи на следующем уроке.